Приветствуем вас на канале Техревизор. В этом рейтинге я подобрал 5 лучших мембранных клавиатур для игр, которые можно рассмотреть к покупке в 2022 году. При отборе важными я посчитал характеристики и дизайн клавиатуры, которые должны соответствовать желаниям современного геймера, её надёжность и удобство, за обеспечение чего отвечают подставка для рук и дополнительные функциональные кнопки. И все девайсы не однотипные, имеют разные особенности. Поэтому после просмотра каждый сможет выбрать клавиатуру, опираясь на свои предпочтения. Оцените труды лайком и подпиской, а я приступаю. Открывает мой топ MSI Vigor GK20. Если MSI занимает последнее место в рейтинге, это ещё не значит, что клавиатура оказалась худшей из лучших. Она может похвастать наличием подставки для рук, которой нету четвёртого места. Это, конечно, не решающий фактор для большинства, но точно удобное дополнение. А сам девайс полноразмерный, имеет F-ки и Numpad. И все клавиши изготовлены из хорошего ABS-пластика, ведь это же MSI. Их заявленный ресурс нажатия 12 миллионов. Не то чтобы много, но вряд ли вы купите одну клавиатуру и будете играть только на ней следующие 7-10 лет. Корпус сделан тоже из пластика, поэтому таппинг мягкий и тихий. А снизу расположились прорезиненные ножки, в том числе откидные. И дренажные каналы для отлива попавшей жидкости. Да, девайс имеет хорошую влагозащиту. Если вы нечаянно зальёте его водой, ничего не случится. Но если это будет что-то сладкое, пиши пропало. На верхнейшей части нет ничего интересного, поэтому можем поговорить о подсветке. От клавиатуры стоимостью около полутора тысяч рублей чего-то удивительного увидеть не ожидал. Но и не думал, что функционал у подсветки окажется настолько скучным. Из всего возможного можно выбрать пару режимов работы и уровень яркости. Поэтому если для вас важно, чтобы клавиатура светилась как новогодняя ёлка, Vigor GK20 точно не самая подходящая. Но не торопитесь, ведь впереди участник, который выигрывает по этому параметру и дешевле. На четвёртом месте Defender Renegade GK640DL. Здесь уже 7 режимов подсветки, можно выбрать любую. А с помощью комбинаций клавиш с Fn меняется яркость и скорость режима. Ещё есть интересная фишка. Она позволяет подсветке реагировать на звуки вокруг. Получается своего рода светомузыка. Работает хорошо, а выглядит во время игры под музыку вообще круто. Колпачки подсвечиваются отлично, пробелов нет. И сделаны они из пластика, принт на котором точно не сотрётся в ближайшие годы использования. Тайпинг по звуку напоминает скорее механику, позже объясню почему. Формат клавиатуры, как и у прошлой, полноразмерный. К массивности девайсу добавляют металлические вставки с правой и левой стороны и выпирающий металлический элемент, напоминающий ручку для переноски. И само собой, это не ручка. Это подставка под телефон или планшет. Где ещё вы подобное видели? Думаю, сам бы не отказался от такого, ведь часто есть потребность удобно для глаз положить телефон перед монитором, включая какое-нибудь видео на фон. В этом рейтинге это единственная клавиатура с металлическим корпусом. Это и объясняет её довольно громкий для мембранки тайпинг, сравнимый с механикой. Как и у прошлого участника, снизу корпуса здесь прорезиненные ножки, но уже без дренажа. Да и вообще, влагозащита у этой клавиатуры не очень. Поэтому с жидкостью лучше быть аккуратнее. Но если вы всё-таки сомневаетесь в своей осторожности, посмотрите в сторону Блади B500N. Тройку лидеров открывает Блади B500N. Эта клавиатура имеет двойную защиту от воды. Её суть заключается в отдельной защите электроники, в дополнение к которой прилагаются отверстия на нижней части корпуса клавиатуры. Некоторые рассказывали об исправной работе даже после разлитой колы, но на своём опыте проверять такое не стоит. От остальных, этот аппарат отличается наличием восьми клавиш, которые оснащены мембранно-механической технологией. То есть, основание мембранное, но внутри кикапа присутствует специальный механизм с пружиной. Такие кнопки выделены серым цветом. И сделано это вовсе не случайно. По мнению производителей, именно эти клавиши чаще всего используются во время игры и несут на себе большую ответственность. А такой механизм увеличивает и время и скорость работы клавиш. А сами колпачки ничем особенным не выделяются. Приятные на ощупь и удобные для нажатия. Но со временем начнут блестеть и немного сотрутся, куда без этого. Главное, что тайпинг мега приятный. За это стоит сказать спасибо и пластиковому корпусу, который не передаёт лишние звонкие звуки. Хотя на верхнем ряду эффект вставка из металла. Но её задача – сделать клавиатуру более прочной и привлекательной. И снизу, помимо дренажа, по стандарту ножки с резиной. Однако всё ещё нет кабель менеджмента. Заток в клавиатуре предусмотрено ПО, которое позволяет программировать клавиши. Также есть классная подсветка на 5 зон и 7 режимов. По центру капа находится светодиод, что позволяет равномерно и ярко освещать всю клавиатуру. На втором месте – Razer Synose V2. Тоже полноразмерная, но от предыдущих она отличается наличием дополнительных клавиш мультимедиа. Четыре таких кнопки расположены справа сверху, и сразу за ними разместились ещё две, отвечающие за регулировку яркости подсветки. Но не могу утверждать, что это решение будет удобно каждому. Профиль же основных клавиш тоже отличается, он немного ниже стандартного. И сами колпачки сделаны из реально качественного и приятного пластика. Он, конечно, тоже засалится со временем, но сделает это не так быстро. Да и ощущения от этих колпачков будут совершенно другими в сравнении с предыдущими участниками. Это вы ощутите уже при первой катке. Их ход довольно высокий и мягкий. А сами клавиши не шатаются и реагируют без задержек. И что касается корпуса, ничего интересного нет. Сам он из матового пластика, снизу прорезиненные, но уже двухэтажные откидные ножки. А также кабель-менеджмент для расположения провода справа, слева или посередине. И в общем-то это всё. Но самое интересное внутри. Предусмотрено ПО, которое позволяет настраивать не только макросы, но и подсветку на каждую клавишу. Насколько я знаю, Рейза единственный, кому удалось добиться этого. Ещё одна интереснейшая технология – Рейза Хрома. В неё интегрированы более 150 приложений, играя в которые подсветка подстраивается под то, что там происходит. Выглядит это реально впечатляюще и вызывает необычные ощущения. А чтобы увидеть, поддерживается определённая игра или нет, можно перейти на сайт Рейза и проверить. Лидером рейтинга стала SteelSeries Apex 3. Лично мне она показалась лучше Рейза Синоза V2 в плане качества материалов, настройки подсветки и дополнительных особенностей. Обо всём по порядку. Капы также из АБС. Хорошие, приятные, высокие и не шатаются. И в общем, кроме формата, ничем не отличаются от прошлой клавы. А вот уже мультимедийные кнопки сделаны немного по-другому. Правый верхний край поставили валик громкости, что реально удобнее, чем в прошлом варианте. А за остальные функции мультимедия решили оставить ответственной только одну кнопку. Тут уже не знаю, кому удобно, кому нет, но место экономит. Тайпинг, само собой, приятный, но не супер тихий. Какой-никакой звук удара Капао Корпус есть. Корпус пластиковый, но на первый взгляд появляется уверенное ощущение, что он металлический. Именно этим и понравилась эта клавиатура. И снизу всё по стандарту. У задней грани предусмотрена подставка для рук из приятного софт-тач материала. Держится на магнитах и большом количестве резиновых ножек, поэтому сдвинуть во время игры будет практически невозможно. Говорить о подсветке этой клавиатуры можно долго. Проще уж самому попробовать. Здесь предусмотрено целых 10 зон, настраивай как хочешь. Можно выставлять каждую тонкость, которую только захочется. И всё зависит от фантазии, светится ярко, чётко, без всяких недоработок. В этом плане SteelSeries постарались не на шутку. Более подробно об этой клавиатуре я рассказал в обзоре, который можете посмотреть по подсказке сверху. Это был рейтинг лучших мембранных игровых клавиатур 2022 года. И стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео. Субтитры создавал DimaTorzok